Уродам на дорогах адресованы вот эти памятки, подготовленные ивановской молодежью. Во вторник днем ребята вышли на городские улицы, чтобы донести до автовладельцев то, что любой водитель и так должен помнить. В центре внимания авто, припаркованные под запрещающими знаками. Акция называется «Ответственный водитель». Наша задача сегодня с вами – пройти вдоль обочины, от проспекта Шреметевский до улицы Марии Рябининой по 10 августа. И мы водителям под дворник, клубовое стекло, вот такие бумажечки сами кладем. В центре города работы у ребят оказалось предостаточно. Десятки автомобилей, брошенных прямо под знаками, запрещающими парковку. А порой и в несколько рядов. Если владелец авто был за рулем, ребята пробовали убедить его не нарушать правила парковки. Получалось не всегда. На просто стороне есть обращение, почитайте, пожалуйста. Я вам могу задать? Да, конечно. А скажите, вот сейчас 10 августа, вот парикмахерский и все остальное. Как подойти вот к парикмахерской и прочее? Может, вы постараетесь припарковаться во дворовой территории, либо заехать там, будешь парковочку поискать? Но вы же таксист. У меня инжектор просто сломался, я не могу завестись, видите, она варит. Мы на будущее, я говорю, чтобы вы солидали. Возьмите, пожалуйста. А вы мне поможете отремонтировать машину просто сейчас? Может, вы разбираетесь? К сожалению, я нет. У меня столько профессионалов здесь собралось, всем могу приветствовать. А где у вас знак аварийной остановки, если уж на то пошло? А зачем знак-то выставлять аварийной остановки? У нас это работает. Были у автовладельцев и более изощренные отговорки. Но в основном причина парковки под знаком банальна. Объясняют обычно тем, что негде или времени у них нету, спешат. Вот здесь, допустим, удобнее, тут прямо перед зданием у них работа там. Вчерашний снегопад не стал сюрпризом для дорожных служб. Однако неприятно удивили автомобили, припаркованные ивановцами на обочинах дорог. Так что городская мэрия инициативу активной молодежи полностью поддерживает. Настоящий транспорт очень создает большую помеху для уборки снега с обочин. Это ночное время. А в дневное время плохо и неправильно припаркованные автомобили мешают проезду общественного транспорта. В первую очередь троллейбусом, которые имеют свои трудности и иногда даже прекращают движение из-за того, что не могут объехать, еще раз говорю, неправильно припаркованные автомобили. Акция доказала, мирные способы воздействия на автолюбителей работают плохо. В основном из-за того, что альтернативы парковкам на обочинах дорог у водителей попросту нет. Но скоро оправдания нарушителей станут бесполезными. Ведь за дело возьмется паркон. Продолжение следует...